Здравствуйте! На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Почему хорошее образование не формирует нравственного человека? Действительно, современное образование, формирование нравственного мира человека, как цель, от себя отодвинуло. Хотя такого никогда не было раньше. Раньше и школа, и любая образовательная среда воспитывала в человеке определенные нравственные правила, ориентиры, и должна была дать ему эти навыки. И педагог должен был быть человеком, который участвовал в этом процессе. Сейчас все это перенесено на семью, и педагоги очень этого боятся, потому что родители иногда ведут себя настолько неадекватно, что педагогу просто страшно. Вы знаете, родители защищают, многие очень родители, слишком многие сейчас защищают своего ребенка в любом случае, если он, очевидно, неправ. Вот на родительском собрании можно услышать такой диалог. Ваш ребенок ударил моего ребенка, и у моего ребенка там вылетели зубы или сломан нос. Значит, ваш сын это заслужил, потому что мой ребенок никогда не бывает неправ. И все, понимаете, разговор окончен. Раньше мы были благодарны тем взрослым, даже чужим людям, которые на улице сделали бы замечание нашему ребенку, если бы он себя плохо вел. Там, допустим, лузгает человек семечки, вот я помню, там в метро в детстве. Попробуй я, до меня человек пять бы подошло, сделал замечание. И мой отец был бы за это благодарен и сказал бы спасибо. Сейчас, если подойдешь, сделает замечание ребенка, во-первых, он может начать вести себя неадекватно, а во-вторых, родители могут все что угодно выкинуть и даже на учителя подать в суд. К сожалению. Поэтому очень часто для того, чтобы не попадать в такие ситуации, учителя дистанцируются от этой проблемы. Но надо сказать, что человек, который ищет нравственных ориентиров, ребенок, подросток, юноша, девушка, он безошибочно узнает в учителях тех, кто ведет себя достойно, у кого внутри твердые нравственные ориентиры. И очень сильно держится за этих людей. Даже в советское время так было. Я помню, у нас была моя любимая учительница, которую я продолжаю очень любить и молиться за которую, которая преподавала литературу. И вот, хотя она никак не афишировала свой внутренний мир, но мы знали, что этот человек очень высоких нравственных идеалов и поведения. И это было, естественно, подойти с ней, может быть, задать ей какой-то вопрос и построить с ней не только формальные, но и сердечные отношения, потому что мы ей доверяли. Это возвращает нас к словам пророка Давида. «Придите, дети, послушайте меня» из 33-го псалма. «Страху Господнюю научу вас». А страх Господень, как мы знаем из Священного Писания, это начало премудрости, то есть всей добродетели, любой добродетели. Вот раньше научение было об этом. Поэтому в школе были праздники церковные, дни молитвы. Урок начинался с пения Царю Небесной. То есть призывалась благодать Духа Святаго в помощь. И человек в этом воспитывался. Сейчас, к сожалению, это не так или почти не так. Поэтому большинство людей, которые хотят, чтобы педагоги в школе были союзниками воспитания детей, большинство таких родителей ищут педагога даже, а не школу. Вот спрашивают в районе и подгадывают, когда дать ребенка в первый класс к хорошему педагогу, опытному, лучше пожилому, который воспитан еще на какой-то прошлой основе такой нравственной. И этот педагог уже будет союзником. А мы будем ему помогать. И не отвергать его замечания. Потому что это продолжение моей гордыни. Если я никогда не ошибаюсь, то мои дети лучше всех, они тоже никогда не ошибаются. А мы будем благодарны ему за то, что он делает нашему ребенку замечания и таким образом помогает нам его воспитывать. Продолжение следует...